Всем привет! Вы на канале ВНГ Билд Хаус и с вами Мисс Огородник. Сегодня поговорим об организации хранения семян. На улице 30 января холодно, как раз есть время заняться делом. Итак, когда-то давно у меня всегда мои семена были в таких пакетиках. Я долго искала, что мне выбрать, помидорчики, огурчики. И это занимало уйму времени. Потом я решила, хватит, нужно завести себе органайзер. Купила его, купила из ткани. Все красиво сделала, все разложила по полочкам там внутри. И получилось так, что зимой захожу я в теплицу и вижу, что у меня мои семена все съедены. Как вы думаете, кто их скушал? Ну, конечно же, мыши. Тогда я об этом не знала. У меня было все красиво разложено. И после этого я решила, все, хватит. Наверное, вот что-нибудь нужно придумать. Ой, Джессика, давай покажем. Итак, я купила вот такой вот органайзер пластмассовый. Размер у него 30 сантиметров длина, ширина 10 и здесь 12 сантиметров. После этого я разложила в мои семена, посмотрите, как очень удобно, по темам, что здесь у меня есть. И написала, то есть вы можете написать все, что угодно, как вам удобно. У меня помидоры, огурцы, перец, морковь, арбуз, фасоль, тыква, репа. Ну и цветы, и также лекарственные травы вот здесь вот в конце. Очень удобно, например, мне нужно взять перчики. Я вот так вот их храню. Смотрите, я сейчас покажу. Недавно я купила новые семена. Особенно это хорошо делать зимой, пока у нас с вами есть время приятно выбирать. Вот, например, купила огурчики разные в тепличку. И смотрим вот сюда, у меня вот здесь вот есть много огурцов. И я также в резинку и делаю. Ведь сейчас порвалось, ничего страшного, потом делаю новенькую резиночку и ставлю сюда мой органайзер. Очень удобно, все видно. Дальше идут у меня помидоры. Вот сорт маленький купила, можно выращивать на подоконнике. Разные виды мы скоро с вами будем сеять томаты. Присоединяйтесь. Вот, ну вот смотрите, беру томатики мои. Купила только две. И также самое у меня есть томаты мелких размеров, средних размеров и большие. Вот, например, большие. В данном случае у меня вот этот томатик большой, черный принц. Значит, я его сюда к большим. Вот. Ну и дальше тут у меня есть маленькие томатики. Вот, маленькие. Вишня красная в том году была очень хорошая. Это не реклама, это просто люблю. Так, ну и так далее. Видите, морковка. Морковка, мы сразу вот-вот-вот читаем, все видно. Морковь, значит, морковка у меня здесь. Ну, в том году я все посеяла, поэтому морковка у меня в этом году новая. Ну, я ее сюда потом в резиночку сделаю и поставлю. Также купила редис. Смотрим сюда. Тоже у меня самая есть репка. Редис у меня, значит, здесь. Вот, редис. Ищем редиску. Вот она моя редиска. Еще немного разных пакетиков. Ну, в общем, вы поняли. Все удобно, аккуратненько. Особенно летом или весной, когда вам нужно быстро все уже, да, сажать. Все, пора пойдет. Вот помидорки маленькие. Опять же, помидорки маленькие у меня вот они. Именно маленьких размеров. Так, ну хорошо. И так далее. Хочу вам еще показать. У меня здесь жирность одна маленькая жила. Но сейчас она, кажется, улетела. Вот остался только. Я спрашивала многих, что это такое. А, вот где-то она наверху, да. Посмотрите, вон, в самом верху стекла, окна. Вот. Если кто знает, скажите, что это. Потому что знакомые мне сказали, что это против тли. То есть, наоборот, очень полезные насекомые. Вот с насекомыми я еще разбираюсь. Поэтому, кто знает, пишите в комментариях. Будет очень интересно узнать, кто это, да. И для чего нужна нам это животное, насекомое. Ну вот, я думаю, на сегодня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И я думаю, ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие. Субтитры сделал DimaTorzok